Продолжение следует... ...позволившие компании Apple соперничать с IBM. В Силиконовой долине в Калифорнии кажется, что время бежит быстрее, чем в остальном мире, и Apple является тому отличным примером. В 1976 году два молодых компьютерных гения, Стив Возняк и Стивен Джобс, создали персональный компьютер в гараже Джобса и сумели вывести его на рынок всего год спустя под маркой Apple II. В 1980 году, всего три года спустя, компания стала акционерным обществом, стоимость которой оценивалась в 118 миллионов долларов. В следующем году на рынок вышел персональный компьютер компании IBM PC. Многие аналитики говорили, что Apple, как и многие другие небольшие компании, будут вытеснены с рынка. Но Стив Джобс, который в возрасте 28 лет был председателем совета директоров компании, не был готов сдаваться. Вы знаете, что в IBM работает 350 тысяч человек, а у нас 6 тысяч человек. Удивительно, не правда ли? Я думаю, что компания IBM – это достояние всей страны, они очень много сделали. Это настоящая жемчужина, и я их очень уважаю. Благодаря им, компания Apple стала гораздо лучше. Ведь, соперничая с IBM, мы становимся лучше и лучше с каждым месяцем. Но есть проблема. Она состоит в том, что они настолько большие и так сильны на некоторых рынках, что Apple – это единственное, что преграждает им путь к полному доминированию на рынке. Ответом Apple на вызов IBM стал Macintosh. Этот пиратский флаг развивается над зданием, где работают над этим компьютерами. Оно стоит особняком от всех остальных частей компании. Джобс хотел, чтобы его группа разработчиков действовала как пиратский корабль в водах корпоративного бизнеса. Задача Стива была в том, чтобы эта команда могла творить, не спотыкаясь о бюрократические правила. Он сам стоял во главе проекта. Джобс являл собой яркий пример потрясающего менеджера и вдохновителя. Он сумасшедший. Он сумасшедший гений. Он не успокоится, пока не перевернет все с ног на голову. Он ничего не бросает на полпути. Он не допускает никакой неадекватности и никаких компромиссов. Стив создал для нас идеальные условия. Он дал нам место для работы, оградив от шума большой компанией. Ничто не сравнится с ощущением, что ты являешься частью группы, которая стремится к общей цели. В этом все дело. Мы искали людей, которые могли делать свое дело невероятно хорошо. Но мы не стремились нанять общепризнанных профессионалов. Мы искали энтузиастов, которые, как никто другой, ориентировались в современных технологиях и возможностях, которые они могут подарить. И которые хотели поделиться этим с другими людьми. Моя идея состояла в том, чтобы набрать группу ключевых людей. Скажем, десяти талантливых ребят, которые сами могли решать, кого они еще возьмут к себе в команду. Я считаю, что самой важной задачей руководителя является набор правильных людей. Мы чуть с ума не сошли, пока собеседовали людей. Мы начинали в 9-10 утра и работали до ужина. Мы поговорили с каждым человеком в компании как минимум один раз, а то и пару. Мы проводили собеседование за собеседованием, и потом собирались и все это обсуждали. И потом не могли разгрести все эти резюме. Я думаю, что ключевым моментом во время этих собеседований был этап, когда мы решали, что человек нам достаточно нравится, чтобы показать ему прототип Макинтоша. И мы смотрели на реакцию. И если человек выглядел скучающим или просто говорил, что это прикольный компьютер, мы не брали его. Нам нужно было, чтобы его глаза загорелись, а руки зачесались. И все очень хотели работать, не потому, что это работа, которую нужно сделать, а потому, что мы делали то, во что сами верили. Мы хотели сделать что-то важное и нужное, и поэтому проект остался на плаву. Нам всем хотелось одного и того же. И поэтому мы не теряли время на споры о том, что должен из себя представлять компьютер. Мы знали, что он должен был из себя представлять, и просто работали над этим. Хорошими людьми не нужно управлять, они сами управляют собой. Главное, чтобы они знали, что им нужно сделать, и они сами решат, как этого добиться. Им не нужен менеджер, им нужно общее видение. И это как раз то, для чего нужен лидер. Лидер должен иметь общее видение проекта, должен понятно описать его своей команде и удостовериться, что все это видение разделяют. Берем кисточку, рисуем овал. Так. Теперь нос и рот. Теперь карандашом нарисуем глаза. Вот так. Перемещаем глаз сюда, и делаем еще такой же. Уже на что-то похоже. Задачей команды Mac было создать недорогой компьютер, который был бы настолько же мощным, как IBM PC. Компьютер с возможностями, которые сделали бы его привлекательными для таких молодых людей, как они сами. Этот компьютер должен быть простым в использовании. В Macintosh нет никаких команд, которые нужно запоминать и заносить в строку ввода. Все, что вам нужно сделать, это направить стрелочку, которая управляется с помощью специального устройства, мышки, на строку в меню. Его вы видите на экране. Удобно, что потом можно просто скопировать целиком весь рисунок. И потом можно его отзеркалить. Сместить. Одной из самых важных вещей в разработке Macintosh была возможность изменить представление людей о компьютерах. Когда компьютеры только начали появляться 5-7 лет назад, в представлении людей компьютер был чем-то огромным, холодным, безликим. В целом, чем-то неприятным. Никто бы не подумал, что компьютер и удовольствие могут ассоциироваться друг с другом. Мы хотим, чтобы люди смотрели на компьютер и говорили, он мне в душу запал. Не знаю, как точно выразить, но компьютер должен быть чем-то приятным, теплым, милым. Людям должно не терпеться взять его в руки. Здорово, что так говорят и друзья, и враги. Просто потрясающе, что мы смогли создать что-то настолько невероятное с помощью разных электронных элементов. Удивительно, что все эти холодные и безликие штучки складываются в настолько яркий, эмоционально заряженный продукт. Важно то, для чего мы все это делаем. Я делаю это не для Стива Джобса. Передо мной гораздо более глобальная цель. Изменить что-то в этом мире, по-настоящему что-то изменить к лучшему. Это то, как мы представляем себе ПК. Это то, каким в нашем представлении должен быть мир вокруг нас. И у нас есть видение того, как мы будем менять этот мир. Мы хотим изменить компьютеры. Мы хотим изменить людей. В компании Apple уверены, что Macintosh будет привлекать людей нового поколения. Задолго до того, как работа над компьютером была завершена, компания инвестировала 20 миллионов долларов в этот завод по сборке компьютеров во Фримонте, штат Калифорния. Чтобы сохранить низкую стоимость компьютера, Macintosh был разработан таким образом, чтобы он собирался в больших объемах на автоматизированном конвейере. На этом заводе каждые 27 секунд собирается новый компьютер. В данный момент здесь производится 80 тысяч компьютеров в месяц. Создание безупречного завода было очень смелой задачей. Но найти человека, который смог бы должным образом управлять им, было ничуть не проще. Мы уже прошли в Apple этот этап, когда считали «Так, мы большая компания, давайте наймем профессиональных руководителей». И когда мы наняли целую кучу профессиональных менеджеров, это не сработало. Большинство из них были придурками. Они знали, как управлять, но они не умели ничего делать. И если ты талантливый человек, то зачем тебе менеджеру, которого тебе нечему научиться? И знаете, кто лучший на свете руководители? Это яркие личности, которые сами вносят огромный вклад в проект, и которые никогда и не собирались становиться менеджерами. И потом им пришлось стать руководителями, потому что никто другой не справится с этой задачей так хорошо, как они. После того, как Стив нанял двух профессиональных сторонних менеджеров и уволил их обоих, Джобс сделал ставку на Дебби Коуман из команды, разработавшей Макинтош. Ей 32 года, она закончила университет по специальности английской литературы и прошла программу MBA в Стэнфо. Дебби стала финансовым директором без какого-либо опыта в области производства. У меня нет никаких сомнений, что я бы ни за что на свете не получила возможность управлять подобным заводом, если бы не Стив. У меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Поставить кого-то вроде меня на эту должность был огромным риском, как для меня в личном и профессиональном плане, так и для компании Apple в целом. Это был очень рискованный шаг. Мы просто понадеялись, что мои организационные способности смогут компенсировать отсутствие опыта, отсутствие технических знаний и так далее. Это был огромный риск. И я являюсь очень показательным примером. Любой, кто был в команде Macintosh, даже на самой низкой позиции, подтвердит, что в этом месте человек может получить невероятные возможности. Это абсолютно уникальные компании, где каждый человек может работать на 100% своего потенциала. Apple выпустил первый Macintosh 24 января 1984 года с расчетом продать 50 тысяч компьютеров в первые 100 дней. В действительности же их было продано 72 тысячи. И после этого продажи продолжали расти. Проект, который начинался как пиратское приключение непослушных ребят, позволил компании Apple стать главным конкурентом IBM в сфере персональных компьютеров и получить выручку в полтора миллиарда в год. Самый мощный способ повлиять на развитие компании Apple, которую я увидел, это с помощью своего собственного примера. Именно поэтому я потратил два с половиной года своей жизни на проект Macintosh. Я хотел сказать, смотрите, есть более эффективный способ работать. И затем пример проекта Macintosh повлиял на компанию Apple в целом. И потому что люди в остальных проектах увидели, что сделал Macintosh, и подумали, что они тоже могут использовать этот подход и эти идеи. Усовершенствуйте. На всех остальных фабриках мы пытаемся равняться на фабрику Macintosh. Каждая команда, работающая над новым продуктом, пытается походить на команду Macintosh. Пример команды Macintosh демонстрирует, насколько эффективно может работать и творить группа профессионалов, когда их объединяет общее видение и цель, и когда они получают свободу искать новые нестандартные решения. Также этот проект показал, как много можно достигнуть, если вклад, который человек делает в развитии проекта, высоко ценится. На внутренней стороне корпуса всех компьютеров Macintosh, невидимые для глаз пользователей, выгравированы росписи всех членов команды, создавшей компьютеры. Таким образом, Apple говорит о том, что этот инновационный продукт был создан отдельными людьми, а не корпорацией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok